Вчера уронил коричневую тарелку и знаете чё? Ничего не разбилось, потому что коричневые тарелки служат дольше. Ну это я так. Вы ведь в курсе уже, да? Анонсировано ещё одно издание Skyrim, а теперь это Anniversary Edition. Сразу вспоминается Fable Anniversary, но не переживайте, это не ремейк. Skyrim в принципе в ремейке не нуждается, уж насколько несовершенная игра, тем не менее вот уже 10-й год отлично играется. Да и потом, ремейк это опять перенос мода, вот это всё знаете ли. Мододелы же взводят, я их понимаю, я сам в какой-то степени мододел. Возможно и этим тоже руководствовались Bethesda, когда придумывали Anniversary Edition. Хотя кого я обманываю, если они чем руководствовались, то лишь выгодой. Ибо в 2016 году переиздание Special Edition было полноценным ремастером. Ну то есть как полноценным? Да, объективно-то полноценным. Нагонец игра стала нормально работать на системах мощнее калькулятора. Однако же любого здравомыслящего новаха сразу же посетил вопрос, а что блин мешало сразу так сделать? Технологии это позволяли, можно было сделать издание для пока более продвинутым, но Bethesda не стала заморачиваться. И вот в 2021 году Bethesda снова не стала заморачиваться. Какой сюрприз! Какое это уже по счёту переиздание. Сначала LE, потом SE, теперь вот AE. Прямо как After Effects. Так, это что? Кто там тянет руку? Да, чего тебе наютный чукотский мальчик? Что? Что значит? Зачем переиздание? Чтоб заработать, разумеется. Впрочем, давайте всё же не будем. Так вот прям вот сходу рубить с плеча, да, и проанализируем ситуацию. Итак, что войдёт в этот безумный бандл? Ну, собственно, сам Скайрим. Неожиданно, правда? Разумеется, Special Edition, потому что легендарка это сквибово дерьмо на тарелке. Все дополнения, а именно сердечный гейский очаг, страждаун и рождающий дракон. Подожди, скажешь ты, так всё же это и так уже входит в издание Special Edition, э? Отвечу тебе я, не торопись с выводами. Как говорится, халочка, ты сейчас умрёшь. Так вот, в тот самый бандл войдёт, внимание, огромный пак модов из Creation Club'а! Ах! Ах! Мощно, правда ведь? Явно же не ожидали такой щедрости. Что? Что значит у вас уже есть? Что значит вы уже давно скачали эти моды? Подожди, разве можно так? В 2К любом году скачивать контент? Мы же истинные европейцы, воленорцы, да, покупаем только лицензию. И что, что они фактически продают любительские моды за деньги? И что, что все ржали над песней Гуфовского 14-го года, а теперь эта песня стала реальностью? Вы что, плохо слушали? Теперь вы получаете официально всю эту хламуту. Официально! Понятно вам, оборванцы неумные? А там аж на 500 единиц барахла. Где ж такое видано, чтобы можно было получить 500 единиц никому не нужного барахла в Скайрим? И вот не устают нам хвастаться стресс от ошибки теста. Там аж на 500 единиц вот этого вот всего, вот этой всей прелести, да? А? Представляете, сколько нового дерьма нас там ожидает? Даже если оно лором необоснованно, даже если вносит дисбалансов без того в дисбалансную игру, даже если добавляет багов и без того забагованный кусок с катлой, это все равно крутой контент, и ты его купишь? Ладно, дорогие мои обтекающие зрители, а почем вам это добро обойдется? Ууу, ну зачем же задавать такие неудобные вопросы? На них же придется давать не менее неудобные ответы, а главное непонятные. Процитирую официальный анонс. Anniversary Edition будет включать в себя юбилейный контент за 10 лет. Это, если кто не понял, всего лишь официальный DLC, который у вас и так были. Более 500 элементов из Creation Club. Подземелья, боссов, оружия, заклинания, многое другое. Режим выживания. Это, если что, тоже мод из Creation Club. Новые квесты. Тоже Creation Club. А также некоторые новые функции, например, механику рыбалки. И это тоже Creation Club. Просто если вот так вот отдельно все это перечислять, сдается такая на теле иллюзия наличия нового контента. Кроме того, если у вас есть Skyrim Special Edition, вы можете бесплатно... Перейти на Anniversary Edition. И тут у людей, которые играют или наигрались, уже в Skyrim возникло ощущение бессмысленности происходящего. Я прав? То есть, подождите, если у меня уже есть Special Edition, то с вероятностью 95% в твою мать я играю с модами и Creation Club-овские моды я тоже уже пощупал. То есть, у меня все это есть. Зачем мне это еще раз? Кроме того, раз я играю с модами, подумают любой человек, да, тут все вот эти вот мод органайзеры, расширители скриптов, все они начнут ругаться на смену маркировки игры. Да и моды, вроде бы, по идее, должны быть совместимы, хотя никто пока даже словом об этом не обмолвился. Но чем тот не шутит, верно? Ну, допустим, допустим, проблем с этим всем не возникнет. Зачем тогда вся эта кутерма, если мне отдают все это бесплатно? О, дорогие мои детишки, скажу вам, как на духу хрен его знает. Ну, точнее, сейчас и поймете. Да, да, вы, в принципе, и так все уже поняли, да? Ну, то есть, сказано, что владельцы Special Edition могут обновиться бесплатно. Однако, следующей строкой же говорится, текущие и будущие владельцы The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition на любой платформе, включая подписчиков Xbox Game Pass, получат доступ к трем бесплатным материалам Креэшн Клаба. Рыбалка, выживание и даже, даже новые квесты Science and Seducers. Подожди! А это вот как, спросите вы меня? А где вот эти вот 500 объектов из Клаба? То есть, нам дают только три мода, святые соблазнители, рыбалка и выживалка, и это есть бесплатно обновиться до Anniversary Edition? Подождите, это еще не все, Битэзда продолжает. Кроме того, владельцы Skyrim Special Edition на PlayStation 5 и Xbox Series XS и подписчики Xbox Game Pass на Xbox Series XS, сука, получают бесплатное, расширенное обновление 11 ноября для своих PlayStation 5 и Xbox Series X системы S. Меня зацепило не слово бесплатное, как это ни странно, а слово расширенное. Давайте подумаем. Нам говорят, что Anniversary Edition включает контент за 10 лет. Весь, как я понял, Креэшн Клаб, потому что обозначенные во множественном числе квесты и прочие, входящие в эти 500 единиц контента, это не могут быть лишь составные части трех модов, выживалки, рыбалки и соблазнителей. Следовательно, логично предположить, что Anniversary Edition включает в себя весь Креэшн Клаб, а там не так уж прям, чтоб дико много модов, поверьте, я это все видел. А потом нам как бы говорят, мол, вы можете обновиться бесплатно и получить три мода. Три мода, которые у вас уже есть, но не будем об этом. Сразу, получается, обозначаются две версии. Та, что урезанная, вот эта вот, с тремя модами, и та, что расширенная. Логично же, верно? И, видимо, именно эту расширенную версию получают владельцы хуящиков и пятых молильных станций. Получается так. А кто же тогда должен купить это расширенное здание? Ну, видимо, пока бояре, остаются только они. И, как подтверждение этой мысли, завершающая фраза. Существующие владельцы Zelda Scrolls V Skyrim Special Edition и подписчики Xbox Game Pass также смогут приобрести обновление Anniversary Edition для своей версии игры Special Edition, чтобы получить доступ ко всему дополнительному контенту, содержащемуся в Anniversary Edition. Парам-арам-пам! Пью! И тут либо лыжи не едут, либо издатель в своем спичу что-то напутал, либо все нормально, и именно так все и задумано. Хотя получается откровенно какой-то бред. Так что, печники, готовьте деньги. М-м-м, как я вас подколол! Да, деньги готовят! Классная шутка, правда же? Нет, ну, пару раз хорошо. Хорошо, я правда пару раз ухмылялся с задолбавшей уже давным-давно шутки про купи Skyrim еще лет пять назад. С рассказов о том, что к 2030 году Skyrim портирует на кофеварке и тоже предложит его купить. Паржал и послился на переиздание Special Edition, которое хотя бы реально было переизданием и допиливанием игры, каким-никаким, причем, ну, вполне на самом деле неплохим, но сейчас опять не будем к этому всему возвращаться. Но сейчас нам пытается продать воздух. У вас как бы есть куча сайтов с модами, в том числе и creation kit'овскими, и есть возможность купить их за деньги к игре, которая уже вот-вот стукнет 10 лет. И даже не спрашивайте, сколько это все будет стоить. Сколько бы это ни стоило, оно того не стоит. Я не жалуюсь на то, что компания старается заработать деньги, нет, но зарабатывать ведь можно по-разному. Они же доят 10 лет Skyrim. Нетрудно спрогнозировать, что как только Депетезда Дапперерло, да, дойдет вот до них, что Skyrim уже реально всех задолбал, потому что ну сколько уж, блядь, можно-то? Они выпустят переиздание Oblivion, потому что его проще. Морогин-то придется вообще заново переделывать с нуля, а в Oblivion хотя бы движок уже более-менее готов к переносу. Либо же они могут присвоить наработки Skywinder'ов, да. На самом деле я не желаю такой учти Skywinder'ам, несмотря на всю мою нелюбовь к этому проекту, но тем не менее я бы все равно посмотрел на этот эпичный батл. Да, под попкорн. И знаете, хрен его знает, можно ли будет во все это в принципе играть. С одной стороны, беседку купили мелкомягкие, и вроде те-то умеют зарабатывать деньги на хороших играх, с другой, первое же, что мы видим от беседки под их крылом, это переиздание воздуха запахом Skyrim'а. Не, 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 подождите. Можно действительно предположить, что они решили устроить итакий праздник, вот для себя в первую очередь, да, и отметить это переизданием. А прибыли так, ну, побочный эффект. Ничего делать не надо, просто соберите нужные моды в пачку и продайте. Да, это тебе не моровин на новый движок переносить, правда? Выглядит все это уныло, согласен. Однако же, на наш с вами жизни, дорогие мои вонючие босс-миры, это не повлияет. Как жили, так и живем. Вот когда выйдет ТС-6, вот тогда и начнется всемирный зуд. А пока расходимся по палатам. Но перед этим споем гимн Skyrim'а. Покупай, покупай, покупай наш Skyrim. Быстро взял и купил, и купил наш Skyrim. Ты еще не купил, ах ты мелкая дрянь. Быстро взял и купил, быстро взял и купил. Покупай наш Skyrim. Покупай, покупай, ты в любой, покупай. В любой день, в любой год, на любую платформу купи наш Skyrim. Покупай, покупай, покупай наш Skyrim. Быстро взял и купил, быстро взял и купил. Ты еще не купил, ах ты мелкая дрянь. Сейчас приду и куплю за тебя, твою мать. Субтитры создавал DimaTorzok